Казачья свадьба в Серпухове. Жители и гости муниципалитета стали участниками театрализованного представления на новом туристическом объекте. О традициях русских казаков 19 века и о свадебных блюдах из настоящей русской печи расскажет моя коллега Кристина Маслобойщикова. Так в 19 веке казаки знакомились с казачками. Это обычно происходило после уборки урожая на посевной. Далее парень кидал кубанку через обор дома будущей невесты. Если девушка подала головной убор, значит парень ей люб в свадьбе быть. Это реконструкция казачьего хутора конца 19 века. Это сборный казачий хутор, военный. Состоит он из нескольких изб, мельницы, часовни, четырехгорнильной печи. Мы в ней готовим. И сама трапеза. Мы здесь организовываем не только архитектурную реконструкцию, мы здесь вообще возрождаем русскую печную кухню. Казачьи обычаи во всей красе. Вот сватовство. А это день венчания. Родители невесты благословляют и напутствуют молодых. После венчания в часовне пышная свадьба. Горько! 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 Почувствовать себя званым гостем на настоящей казачьей свадьбе может каждый. Стоит только надеть костюм. Это полное погружение во времена казачества. В атмосферу настоящего военного казачьего хутора конца 19 века. Гости довольны. Я приехала из Москвы. Впечатление самое потрясающее. Антураж, который я здесь увидела, он потрясающий. Никогда не сталкивалась, не видела. Нас нарядили. Дали прекрасные наряды. Вовлекли сам спектакль. Актерский состав потрясающий. Музыкальная группа великолепная. Чудесен не только актерский состав, но и пышное застолье. Вообще у нас на Руси подавались всегда сезонные блюда. Так сейчас, как переход от весенника к лету, то есть подавались уже летние блюда. Это блюда, как я сегодня рассказывал, взятые из Белоруссии, взятые с Украины. Это окрошка, резанка, то есть жидкие блюда. Свекольник холодный. Обязательно на столе присутствовала картошка в мундире. Называлась пареная картошка. Сало, разносол из бочек, рыба и баранина – это тоже неотъемлемая часть русского печного кулинарного дела. Изба тоже сделана по старинным архитектурным проектам. Полос кирпича ручной отделки. Здесь люди ходят без обуви. А чтобы запах приготовленной пищи не стоял в помещении, крыша в виде трапеции из бревен. Но главное здесь – русская печь. Рассказываем мы все-таки как было, а не как, как будто бы. Что-то бабушки, дедушки наши помнят, но все-таки они не всегда достоверно все это помнят. Поэтому есть очень много книг, которые мы читаем, и исторические книги, и художественные книги. То есть это все на перекрещении вот этого всего. Но основной все-таки источник – это военные историки. Потому что они пишут достоверно то, что было на самом деле. Не приукрашивая, как художественная литература, так скажем. Ну что-то интересное, конечно, шутки, прибаутки – это все народное наше творчество. А как же на свадьбе без сюрприза? Молодым могли подарить что-то для обзаведения хозяйством. Например, барашка. Приятно и молодоженам, и гостям праздника.